Почему не имеют ноги при рассеянном склерозе? Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы точно знать, что происходит с ногами во время рассеянного склероза. Если человеку поставили диагноз рассеянный склероз, то одним из самых распространенных вопросов звучит так. Если отказывают ноги, можно ли их снова как-то заставить работать? Некоторые уверены, что слабость в ногах не связана с течением рассеянного склероза, и что после каких-то упражнений они, ноги, снова начнут слушаться, как это было раньше. А с симптомами рассеянного склероза можно будет разобраться потом. Если пропадает сила в ногах, то это лишь следствие того, что нервные клетки в головном и спинном мозге уже не могут передавать сигналы, как это было раньше. Еще раз заострим внимание на том, что ощущение ватности, онемения и слабости в ногах является, к сожалению, типичным течением рассеянного склероза. Зачастую предвестником такого состояния являются регулярные боли в ногах, которые могут длиться неделями и даже месяцами. Нередко до постановки диагноза люди чувствуют странные боли, которые характеризуют как ноющие или стреляющие. При обращении к различным специалистам проблема остается, так как мало кто подозревает, что причиной может быть рассеянный склероз. Лишь после того, как появляются онемения, тяжесть, покалывание и ватность проводятся обследования уже головного и спинного мозга, где выявляются очаги. Течение болезни у каждого человека сугубо индивидуально, так как зависит от огромного количества факторов. Некоторые говорят, что после появления первых онемений или судорог уже через несколько месяцев появляется слабость в ногах. У других же в течение нескольких лет силы остаются неизменными. Единственное, что часто упоминают практически все люди с рассеянным склерозом, это состояние, которое называется спастика. Спастика – это английское слово, которое можно перевести на русский язык как чрезмерное напряжение, скованность или даже отвердение какой-то одной мышцы или группы мышц. При симптомах рассеянного склероза наблюдается именно такой эффект, когда человек хочет сделать привычное движение, но это становится затруднительно или даже невозможно, так как мышцы становятся плохо управляемы. Появляется некое чувство окаменелости мышц. При этом массаж ног или рук практически не помогает, так как прилив крови к конечностям не улучшает проводимость нервных импульсов. Как вы уже наверное поняли, любые боли, слабость, сжение, ватность, покалывание, тяжесть и другие ощущения являются лишь следствием плохой передачи нервных импульсов. И как следствие невозможно восстановить функцию только ноги или обеих ног отдельно от всего организма. Важно восстанавливать весь организм целиком. Именно это и называется исцеление. Чтобы поддержать свои ноги, крайне важно ежедневно делать различные физические упражнения, которые будут задействовать как можно большее количество мышц, даже несмотря на то, что нервные импульсы не проходят как раньше. Мозг должен держать связь с мышцами тела и стараться передать импульсы любыми способами. Подойдут упражнения из обычной лечебной физкультуры. Главное не останавливаться и делать их регулярно. Старайтесь ходить по улице как можно дольше, но без спешки, как будто вы просто прогуливаетесь. Постарайтесь найти спокойные улицы в вашем районе и ежедневно гулять по одному-два часа минимум. Крайне важно ходить босиком по земле или траве. Разумеется, в теплое время года. Есть отличная книга, которую написал Геннадий Михайлович Кибардин. Книга называется «Мозг против старения». Ниже я приведу краткую выдержку, чтобы понять, почему важно ходить босиком при рассеянном склерозе. Немногие люди знают, что все живое на земле находится под непрерывным воздействием стоячих электромагнитных волн, низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой. Это собственные электромагнитные частоты планеты Земля. Одна из них, основная, равна в среднем 7,8 Гц. Первым, кто открыл особые низкие и сверхнизкие частоты колебаний атмосферы Земли, был американский физик и изобретатель Никола Тесла. А затем, уже через 50 лет, исследования продолжили немецкие специалисты. Физик Винфрид Отто Шуман и врач Герберт Кенник. Они установили, что в атмосфере Земли существуют так называемые стоячие электромагнитные волны, впоследствии названные волнами Шумана. Эти волны возбуждаются разрядами в облаках, молниями и магнитными процессами на Солнце. В США и Германии проводились длительные эксперименты, в результате которых было установлено, что волны Шумана жизненно необходимы для синхронизации биологических ритмов и нормального существования всего живого на Земле. Однако за последние десятилетия эти волны начали глушиться строительными материалами, зданий и сооружений, в которых мы живем и работаем, а также электромагнитным смогом активной жизнедеятельности человека. И вторая выдержка. В XIX веке французский невропатолог Шарко и русский клинице Сботкин заметили успокаивающее действие магнитного поля на нервную систему человека. Современные ученые обнаружили также низкочастотные магнитные поля, которые благоприятно действуют на человеческий организм. Действие низкочастотного магнитного поля особенно эффективно на близком расстоянии от земной поверхности. Низкочастотное магнитное поле Земли, взаимодействие с биополем человека, благотворно действует на весь организм. Наблюдения за тяжело больными людьми в течение многих лет показывают, что многие из них просят положить свою постель на пол, чтобы лежать поближе к земле. Лежа на полу, особенно на деревянном, они чувствуют себя намного лучше и спокойнее. Эта особенность отмечается только в частных домах, где люди живут на земле, а не на высоких этажах над землей. Конец выдержек. Крайне рекомендую данную книгу к прочтению, так как в ней описываются фундаментальные принципы взаимодействия головного мозга с окружающей средой. А теперь сжато и своими словами. Наша Земля имеет свои волны и энергию, без которой ни одно живое существо не может существовать на этой планете. Если эти волны не попадают на человека или блокированы бетоном, асфальтом, резиновой подошвой ботинок и так далее, то человек отрезается от жизненной энергии. Как вы поняли, человеческий мозг точно так же неразрывно связан с этими волнами. Но когда человек ходит именно босиком по земле, то волны напрямую действуют на наш организм, и все процессы нормализуются, в том числе и мозговая деятельность. Даже если вы чувствуете сильную слабость в ногах и у вас нет сил ходить, то просто сядьте на стул и поставьте ступни на голую землю. Важно, чтобы вся ступня соприкасалась с землей как можно плотнее. Это нужно проделывать ежедневно по 30-40 минут минимум. Конечно, в холодное время года это затруднительно, но старайтесь не упускать возможности это проделывать весной и летом. Комментируйте это видео, подписывайтесь на канал и обязательно заходите на мой сайт densokolov.com. Здесь вы найдете очень много полезной и важной информации по рассеянному склерозу. Все статьи на моем сайте основаны на реальных отзывах людей, которые восстановили свою нервную систему благодаря индивидуальной программе. Помогает ли конопля при рассеянном склерозе? 4 стадии рассеянного склероза. Как они проявляются и как их распознать? Как питаться при рассеянном склерозе? Как жить с человеком, у которого рассеянный склероз? Как рассеянный склероз проявляется у детей? Почему появляется слабость и падает зрение? А также много других важных тем. Ссылка на сайт находится в описании к этому видео. Желаю вам теплой погоды и побольше радостных дней. С уважением. Соколов Денис.